или на 23 февраля, то это ваша большая ошибка. Кем мечтала быть в детстве? Ой, я... Ну, прям в самом детстве я не знаю, потому что мы там обычно говорим глупости. А вот когда мне было 12, я хотела быть врачом. Но я не знаю, почему так, потому что... Ну вот я вот сейчас, если бы мне сказали, Рит, ты будешь врачом, я бы сказала, да ну нафиг. Я вообще боюсь этого всего, боюсь врачей у меня. Ну, я не знаю. Может быть, кстати, типа посмотри страху в глаза, и мы же не знаем, да, на самом деле, что испытывают врачи на самом деле, когда они заболевают, да. Они, может быть, тоже очень переживательные и так далее. Так, кем мечтала быть в детстве? Ответила. Ой, парфюмы сейчас не хочу показывать, надо вставать, там их так много. Привет, Ули, какой блеск для губ вам нравится больше всего? Во, я вот именно блески сейчас не использую, я использую масла для губ у меня от Colorance. Мне очень нравится. Спасибо моей подружке, которая мне его однажды открыла. Твое отношение к гороскопам. Моё отношение вполне нормальное, только не к гороскопам на каждый день. Я такой человек, который, ну, мне не нравится, да, типа вот они сказали, и ты сидишь такой, и ты его ждёшь, это фигня. Я нормально отношусь к нумерологии, то есть я считаю, что в этом что-то есть. Вот. И к гороскопам, которые определяют, то есть, ну, типа, Скорпион, да, кто это такой, это там, то-то, то-то, то-то. То есть, в принципе, если почитать описание на хороших источниках в интернете, то очень многое сходится. Ля-ля-ля-ля-ля, что там дальше у нас? Какие качества должны быть в человеке, чтобы ты могла с ним подружиться? Я вообще очень-очень сложно впускаю людей в свою жизнь, и я вообще сама по себе человек-одиночка. То есть, ну, я не нуждаюсь в сосууме, в большом, в каком-то, да, у меня есть достаточно узкий круг людей, с которыми я общаюсь, и мне этого достаточно. Поэтому, ну, типа, привет, я там Вика, да, и давай будем подружками во мне, вот есть вот эти вот качества. Нет, в основном в нашу жизнь приходят те люди, которые нам нужны, то есть они посланы нам для чего-либо в моменте, и мы как бы... Это случайно происходит, да, такого нету, что так, мне надо срочно найти кого-то. Не хочу никуда возвращаться. Муракова, почему вы с Милиной перестали общаться? Не скучаешься? Не скучаешь по ней? Не скучаю. Перестали общаться, потому что мы разные. А кольца, бижутерию, тоже не ношу часы, мне мешают, и браслетики всякие не люблю. Как хорошо, что ты вернулась в блог. Абакарат экстракт или парфюм? О, хороший вопрос, надо посмотреть. Сейчас не хочу вставать. Приветики, конфетики. Не отвечайте на вопросы. Ну, я отвечаю, ну, ребят, слушайте, если вы меня реально задолбали с вопросами про Дом-2, про Дом-10, про Ебарова, про Милену, про с кем ты общаешься с Дома-2, да срать я хотела на этот Дом-2, ей-богу, хватит мне задавать эти конченные вопросы. Я оттуда ушла уже три года назад. Что мне там общаться и с кем мне общаться, и о чем мне с ними общаться, я не вижу ни смысла, ни интересно, ни интереса, вообще ничего. Поэтому эти вопросы, ну, я их просто обхожу, потому что, ну, зачем? Зачем мне общаться на те темы, которые мне не интересны в своем личном блоге, да? Я не к вам в гости пришла, не в ваш блог. Поэтому что удивляться? Не нравится? Можете выйти. Куда мечтаешь поехать? Ой, в разные страны я мечтаю, вообще люблю путешествовать. Цепочка. Учи русский язык тоже. Мои же вы хорошие. Я думаю, как же я вообще, живу-то без вас. Мои грамотеи. Спасибо вам большое, что вы где-то меня исправляете. Я вот ценю вас. Я бы хотела, чтобы со мной по жизни шел учитель русского языка всегда. Русского и литературы. Русского и литературы, чтобы правильно знать на дело или о дело, сняла или сняла, и так далее, и тому подобное. Вот отвечаю прям. Я вас обожаю. Миу-миу духи не нюхала, не знаю. Любишь ли ты прогулку по ночному городу? Я люблю, но только не по городу мурманскому. Мне нравится, когда где-нибудь за границей тепло, солнышко. Ой, я люблю гулять. У меня тональный крем из тылаутер. Сейчас покажу вам, потому что он рядом. Что-то упало. или не покажу. Или не покажу. Сейчас, ребзя. Я вам все покажу. Наверное. куда делся тональный крем-то у меня. Что-то вот упало. А что, не знаю. Сейчас, ребят. блин, короче, не знаю, куда положила. У меня есть, короче, сегодня оставлю ссылку на Рутубе. У меня есть обзор. Я делала обзор своей косметички, чем я чаще всего пользуюсь. Там есть этот тональный крем. Кому интересно, посмотрите. Там реально классная косметика. Ну, вот то, что я прям обожаю. Давай узнаем другу получше. Мужчина, ваш поезд уехал. Я уже живу с мужчиной. Поэтому знакомьтесь с кем-нибудь другим. Другой. Я переехала к молодому человеку. По гороскопу я скорпион. Правда, у меня это с детства. Никогда не могла найти общий язык с одноклассниками. Красный это экстракт, светлый это парфюм. А, ну, знаешь, у меня экстракт. Экстракт. Ты любишь молочную продукцию? Да, нормально к ней отношусь. Чем занимаешься сегодня? Я сегодня встала в 9.30 и снимала макияж. И это не очень быстро. Часа 3-4. Потом приготовила покушать. Сейчас вот ем. Ем, но не ем. Сейчас буду есть, кстати, говоря, с вами вместе. Вот. И потом, может быть, что-то еще поделаю. После коронавируса, да, у меня тоже были нервы, и я пила фенебуд. Его продают только по рецепту врача-психиатра. я сходила к психиатру, мне выписали. Начинается. Ваш парень моряк? Моряк. Рита, расскажи, как с парнем познакомилась в интернете. Какой парфюм просоветушь на весну? Да, если честно, очень сложно советовать. Я же не знаю вашего вкуса, вы моего. Надеюсь, что я не навсегда в Мурманске. Любимый исполнитель. Блин, мне очень нравится Джонни, например, или Рамиль, или Хамалина Бои. Мэри Гу. Мурманске. До семнадцатого. Что кушаешь? Приготовила тунца и рис. Я сижу на наборе массы. Хочу полностью отказаться от сладкого. Тебя не штырил от Финни-Бута, побочек не было. У меня вообще ничего не штырило ни от чего. Ребята, у меня были такие панические атаки, что это было очень страшно. Это было несколько месяцев и единственный субтитры. Редактор субтитров А.Семкин, Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Я сладкое вообще обожаю. Поэтому мне сложно. Вчера лежала ночью, думаю, боже, сейчас бы Мишку Барни съесть. Самый популярный вопрос сейчас, что я ем. Я ем тунец и рис. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Быстро очень. Какая у вас разница с молодым человеком? Он у меня чуть помладше. Да блин, я вся уже в рисе. Счастье тебе личного. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ой, ребят, вот как хорошо с вами поболтала. Почти все съела, что надо было. Еще чуть-чуть осталось. Пипец вообще. Надо есть углеводы, углеводы есть в крупе. Приветик, Казахстан. Короче, когда вот так вот ешь, нужно, знаете, свинья в деткам сюда вешать, чтобы ничего не выпадало. Девочки, если вы хотите посмотреть тон, оставлю после прямого эфира вам ссылку на Рутуб. На Рутубе есть обзор. Офигенный. Посмотрите. Мой. Я там показываю, как крашу, и чем. Ближайший год, девочки, детей не хочу. Может, и два. Ну, год так точно. Субтитры сделал DimaTorzok Довление повышалось. У меня, к сожалению, прибора нету. Короче, при панических атаках жар бросало в холод, состояние страха, сердцебиение очищается, затрудняется дыхание, как будто тебе не хватает кислорода, кажется, что ты сейчас умрешь. И у меня аппетит разыгрался. Ну, я на самом деле тоже, когда смотрю, когда кто-то ест, мне кушать хочется. Как лечили атаки препаратами? Фенибутом, и Тенотен очень хорошо помогал мне. То есть я в день пила три раза в день Фенибут, и Тенотен, когда начинался приступ. А приступы у меня начинались примерно два-три раза в день, чтобы вы понимали. Прикиньте. Тенотен под язык кладешь, он рассасывает, и тебе легче становится. Прям очень хорошо. Прям рекомендую Тенотен, девочки. Из деток хочу девочку. Ты сохраняешь прямой эфир? Блин, да и не сохраняю эти эфира. А я лучше к вам в другой раз выйду, завтра, например. С парнем договорились встретиться семь вечером, а утром он ничего не написал. Как думаешь, ждать его вечером или перестроить свои планы? Хм, интересно. Ну, во-первых, а утром у вас сейчас сколько время? Тоже три часа дня? Может быть, он на работе очень занят? Поменять ли свои планы? Однозначно вам не нужно быть ждуном. Напишите вы ему, например, типа, типа, привет, у нас вечером все в силе, как дела у тебя? Как день проходит? Может быть, он тоже ждет от вас чего-либо. Почему? Многие женщины считают, что первым должен писать мужчина. Мужчины так же хотят, так же хотят, чтобы им написали, узнали, как у них дела. Тем более, если он вам постоянно раньше писал, 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 а тут резко не написал, ну, уточните, что у человека случилось. Ваш человек от вас никуда не уйдет. Поймите, что с вашим мужчиной у вас не будет вопросов, а что ему написать, а как ему написать, а через сколько ему ответить. Ты просто общаешься в моменте, хватит. Ура! Ура! antibiot. никак никак не пробовать просто просто что вам нужно сделать это полюбить себя любите себя знаете что ваш мужчина от вас никуда не уйдет судьба если дает нам какие-то испытания каких какие-то люди появляются вот эти вот все ссоры скандалы конфликты это все просто вам в жизнь говорит алё подружка да сколько можно уже хватит девочки не надо не будьте любите себя не нужно возвращать бывших если они у он ушел он захотел вы чё себя не любите что ли какой бывший день зарегистрируйся лучше на сайте знакомств на тиндере вы переписывайся там с мужиками если хочется ему написать буду в мурманске обязательно зайду к тебе в магазин так вы можете не только в мурманске заходить вы можете и по интернету заказать что это только в мурманске когда будете мы же отправляем по всей вы уже у меня спрашивали я не знаю как как пахнут духи мио мио к сожалению я заказывала костюм красную тройку в исторге блин классно сейчас скину вам в stories ссылку на макияж посмотрите на рутубе посмотрите там очень много роликов подписывайтесь там бесплатно очень классное качество все люблю целую обещаю завтра выйти в эфир к вам